Доброе время суток всем! Доброе время суток всем саднам мы с вами продолжаем встречаться каждый вечер на медитацию на нашем марафоне и знакомиться с практиками кундалини йога познакомить вас сейчас немножко подождем саднам саднам всем добрый вечер сегодня у нас очень интересная тема моя любимая это сегодня у нас тема сияющего тела и нас проведет в этот опыт прекрасный парень мужчина познакомит нас с практикой сиящее тело всем добрый вечер доброе время не суток саднам давайте для начала мы с вами наладим настроем коммуникации напишите как у вас как вас самочувствие с какого города с какой вы страны уже такое предновогодние до предпраздничное настроение сколько лет вы в кундалини йога либо вы новичок либо уже давно в практиках привет баку добрый день саднам всем саднам харьков привет украина киев привет сегодня кто из киркизии привет киргизия кто первый раз кто первый раз в кундалини йога кто новичок в кундалини йога у вас есть прекрасная возможность да в нашей школе здравствуйте всем здравствуйте спасибо у нас с вами вместе есть прекрасная возможность знакомиться практиковать да когда мы практикуем с вами в группе тогда практика усиливается в несколько раз и практики кундалини йога практики кундалини йога они очень быстро вы знаете у кого есть здесь кто-то пишет у нас екатеринбурга оренбурга устало и грустное состояние вы знаете сейчас мы с вами практикуем 11 минут медитация будет на сияющее тело максим нам расскажет для чего это медитация что она дает и вы сразу сможете ощутить на себе да то как работают быстро практики кундалини йога много вижу новичков алма-та баку всем 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 привет всем привет хорошо и мы позовем в наш студию Максима попрошу Максима отправить если он нас смотрит запрос на проведение эфира вы знаете до кундалини йога когда я пришла в кундалини йогу я множество практик перепробовала на себе была в тибетской традиции в даосской что только не пробовала и когда мне предоставилась возможность попробовать кундалини йогу я была поражена то что мне нужно было нарабатывать месяцами в других традициях они все практики рабочие но то что мне нужно было каждый день нарабатывать я в практике кундалини йога получила результат и максимальное наполнение за 11 минут и с того момента я поняла что я попала домой хорошо и сейчас Максим нам расскажет свою историю и познакомит нас с медитацией на сияющее тело да сияющее тело когда у нас хорошо развито сияющее тело в жизни человека присутствует и процветание и здоровье и молодость всем добрый день добрый вечер Максим добрый вечер добрый день приветствовать и расскажите немножко о себе как вы попали в кундалини йога что для вас практики кундалини йога и расскажите свою историю и поделитесь медитацией проведите у нас опыт сияющего тела слово вам меня зовут Максим я родом из России но большую часть своей жизни живу в Швейцарии в Женеве я по образованию и работаю юристом поэтому в принципе если так посмотреть не имею никакого отношения к духовным практикам к йоге вот но на самом деле кундалини йога сейчас уже играет большую роль в моей жизни нас постоянно учат что делать что хорошо что плохо и ритмы жизни сейчас такие быстрые что ты постоянно в какой-то суете вот и два года назад по чистой случайности я ездил в гости к сестре и она делала марафон по кундалини йоге и я решил к ней присоединиться и в течение недели выполнял с ней практики и мне настолько откликнулась эта тема и настолько был потрясающий эффект что так как я человек любознательный я решил в этом направлении развиваться и зимой будет уже два года как я занимаюсь кундалини йогой и естественно стал вопрос как дальше развиваться где получить дополнительную информацию потому что когда тебе это интересно хочется узнавать больше практиковать больше вот тем более много разных мастеров много школ и тогда тоже чисто случайно в интернете в инстаграме я наткнулся на страничку нашей школы и у меня вопрос не стоял потому что учитывая расстояние то что есть возможность заниматься этим онлайн для меня это был решающий момент и на самом деле это очень удобно потому что ты можешь практиковать везде и тебе не нужно преодолевать огромные расстояния чтобы встретиться с замечательными учителями замечательными людьми вот и курс мы уже занимаемся три месяца я до этого практиковал естественно шли большие изменения но курс это тоже дополнительный вклад потому что не секрет ни для кого что всякая практика это работа каждого человека над собой и у каждого своя история свой багаж и каждый по-своему проходит этот путь в том числе этот путь медитации и если взять сами медитации кундалини то это такая небольшая жизнь то есть во время небольшой практики вы проживаете в принципе жизнь иногда вы рождаетесь наполняетесь энергией в конце вы практически умираете и для меня лучше пережить все эти моменты раздражения всякие эти эмоции лучше пережить их во время практики чем нарываться на это в реальной жизни и что основное для себя я заметил с практиками ушла суета вот и больше появилась возможность наслаждаться моментом то есть это настолько важно для человека найти время просто остановиться и просто наслаждаться этим моментом задаться вопросом что мне нравится что я хотел бы сделать заняться каким-то делом которое тебя наполняет и тогда люди начинают сиять и не зря говорят вот сияющие люди есть которые заряжают и поэтому сегодня вот я выбрал такую медитацию она очень тонкая при этом эффективная и в конце вы посмотрите расскажите какие эмоции какие ощущения вы переживали вот мне вас не слышно а супер супер мы ждем медитацию а все ну тогда давайте начинать потому что самое важное во всем этим можно говорить долго но самое важное это именно практика положение рук мы указательные ногти указательных пальцев накрываем большим пальцем остальные пальцы разогнуты и максимально выпрямлены мы отрываем локти от туловища и помещаем руки на уровне ушей вы буквально можете посмотреть на руки их увидеть вы буквально можете ушами почувствовать что руки в правильном положении дальше рот мы округляем рот буквой о о и важно чтобы это было не вялое о такое о а именно такое вот прям напряженное о потому что чем сильнее вы напряжете мышцы губ вот это натяжение определенным образом будет влиять на ваши мысли на мозг вот и третий важный момент это направление взгляда взгляд будет глаза прикрыты буквально на 9 десятых то есть прищурены и мы смотрим на кончик носа и важно сохранять эту позицию мы будем делать практику 11 минут и мы будем дышать через округленный рот максимально глубоко максимально глубоко значит когда вы вдыхаете должно абсолютно не оставаться больше места то есть вдохните все и так же с выдохом с выдохом полностью выдыхайте все вот все что у вас есть весь тренс весь негатив полностью до конца и снова начинаем вдох и я включаю таймер и музыку и мы начинаем секунду а давайте мы еще с вами откроем пространство о да самое важное в любой традиции есть свои сакральные моменты и в кундалини-йоге это открытие пространства мантрой онг намо гуру дейв намо и защитная мантра и защитная мантра те кто новички и не знают слов мантры можно просто слушать те кто знает могут просто повторять потрем ладошки настроимся делаем вдох выдох делаем вдох и начинаем о гуру дейв намо гуру дейв намо ом ом намо гуру дейв намо и защитная мантра отгу рей наме джуга са си гуру дейв намо адгу рей намо джуга гуру дейв наме са си гуру дейв наме нас джуга си гуру-де вей наме делаем глубокий вдох Вы уже можете почувствовать, как что-то изменилось, вы настроились. И давайте ещё раз. Положение рук. Большие пальцы накрывают указательный ноготь. Это активная гьян-мудра. Пальцы остальные выпрямлены. Помещаем руки на уровне ушей. Локти не опускаются. Потому что тенденция будет, когда долго будем делать, локти будут так вниз опускаться. Не опускаем локти. Взгляд. Глаза прикрыты. Смотрим на кончик носа. Рот. Активная буква О. И начинаем глубокое дыхание. Максим, а скажите, пожалуйста, тут девочки спрашивают, на что у нас практика? На что у нас медитация? Практика. Да. Практика на увеличение вашего, на усиление вашего стияния. То есть, когда вы сияете, люди воспринимают вас теми, какие вы есть. И вы настолько будете сиять, что другие почувствуют вас и будут тянуться к вам. И все, мы начинаем. Дыхание, напоминаю, глубокое. Рот напряжен буквой О. И выполняем максимально глубокое дыхание. Не жалеем себя. Выдыхаем, чтобы не оставалось места больше в легких. И так же выдыхаем. Повторяю. Руки на уровне ушей. Это очень важно. На линии ушей. Локти не опускаются. Взгляд на кончик носа. И рот буквой О. И максимально напряжен. Максимально медленный глубокий вдох. Максимально медленный глубокий выдох. Максимально медленный глубокий вдох. Локти не опускаем. Держим локти. Взгляд на кончик носа. И рот очень напряжен. Прям напрягаем. С вдохом наполняемся энергией. Вдыхаем в себя рану. Максимально заполняем себя. И с выдохом полностью выдыхайте из себя. Все. Вдохом наполняемся энергию. Прямо. Вдохом наполняем. Прямо. Правда. Пальцы выпрямлены тоже, пальцы не сгибаем, пальцы выпрямлены, руки на уровне ушей, локти не опускаем и рот напряжён, обязательно напрягайте рот. Взгляд на кончик носа напоминаю и максимально глубокое дыхание. Еще раз напомню, если вдруг кто-то присоединился, положение рук, у нас активная гьянудра, то есть большой палец накрывает ноготь указательного пальца, остальные пальцы распрямлены, руки мы помещаем на уровне ушей, локти подняты от тела, взгляд направлен, глаза прикрыты, смотрим на кончик носа, рот буквой О, максимально напрягаем мышцы рта и глубокое дыхание, максимально делаем глубокий вдох и максимально глубокий выдох. У нас уже прошла половина времени. сейчас начинается активная фаза, вы можете наблюдать раздражение, разные эмоции, но не концентрируйтесь на них, просто наблюдайте свои ощущения, как будто вы смотрите на них со стороны, и мы делаем вдох, и с выдохом все полностью. Круто. Круто. Буква О активная. Локти тоже держим, не опускаем. Вдыхаем максимально сильно, полностью вдыхаем всё, чтобы не осталось вообще места. Когда вдыхаете, чувствуете, как расширяетесь, расправляете круглую клетку и с выдохом выдыхаем всё. Субтитры создавал DimaTorzok Локти держим, руки на уровне ушей. Рот напряжён буквой О, взгляд на кончик носа и глубокое дыхание. Осталось совсем немного. Давайте, самая активная фаза сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok дыхание. Еще немного. Еще полторы минуты. Руки не опускаем, держим на уровне ушей. Рот максимально напряжён и максимально глубокое дыхание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последние 20 секунд. Руки держим, рот напряжён, глубокое дыхание. Давайте, чуть-чуть осталось. И теперь руки остаются в том же положении. Мы держим позу, делаем выдох. Максимальный вдох, вдыхаем, чтобы не осталось места. Напрягаем всё тело и задерживаем дыхание, напрягаем всё тело на 20 секунд. Это самое важное. Нужно напрячь тело, чтобы всю энергию, которую мы собрали, вытолкнуть её в свою ауру. Сжимаемся максимально всё тело, кожа, лицо, мышцы промежности, ноги. Вообще всё. Давайте ещё 10 секунд. И резко выдыхаем. И можно сесть в простую позу, положить руки на колени и просто спокойно подышать. Это очень важно, потому что, когда мы просто дышим и наблюдаем себя, это высшая форма йоги. просто спокойное глубокое дыхание и наблюдаем. Просто наблюдаем все ощущения, которые в нас происходят. Попробуйте уловить ту тишину ума, которую дала эта практика. И если вы её уловили, попробуйте сохранить это ощущение, вот этого спокойствия, расширения, свечения в течение всего вечера. Мы делаем глубокий вдох, выдох, потрем ладошки, делаем глубокий вдох и закроем пространство мантра и сатнам. Длинное сат и короткое нам. Сделаем вдох, чтобы начать. Сат-нам. 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 Благодарю за такую возможность поделиться со всеми своим опытом и поделиться такой замечательной медитацией. Вас не слышно. Да, Максим, спасибо вам огромное. Медитация прекрасная. Я чувствую, насколько усилилось моё сияние. И, знаете, чувствуется такая чистота, ясность в голове, в уме. Благодарю вас, в вашем поле, именно в вашем мужском поле эта медитация сработала очень классно. И у вас насколько, знаете, насколько всё структурировано, насколько всё спокойно. То ваше внутреннее состояние, которое вы несёте по жизни, оно распространилось на сегодняшний вечер и на сегодняшнюю медитацию. Благодарю. Благодарю. Девочки пишут, что мощная медитация, просто фантастика. Ну и просто, к слову, если кто-то думает, что медитировать нет времени или что, я, в принципе, на работе. Просто я вышел в конференц-комнату на эти 20 минут. И вот мы с вами сделали медитацию. Как говорится, пойду дальше в бой. Вот поэтому даже не сомневайтесь. В принципе, кундалини-йога, она для всех. Не важно, кто вы работаете дома, вы юрист, врач, экономист. Это абсолютно не важно. Не важно, какое вы вероисповедание, потому что это не имеет никакого отношения ни к чему. Это тот опыт, который вы проживаете во время практики. И исходя из этого опыта, вы что-то выносите, и таким образом вы развиваетесь и можете прикоснуться к самому себе. Да, да. Время действительно есть всегда. Вот девушка пишет, да, что время есть всегда, она на учёбе. И да, действительно таки есть. Действительно, знаете, это наш ум. Он придумывает всегда что-то, придумывает, да, какие-то отговорки. И здесь вопрос был, что даёт эта практика, да. И это... Могу повторить ещё раз. Это практика для усиления вашего сияния, вашей ауры. Часто слышим, ой, этот человек прям светится, сияет. Среди толпы людей нас могут привлекать какие-то люди, и мы не знаем, почему они нас привлекают. На самом деле это наше внутреннее сияние. Не нужно делать какой-то макияж, надевать какие-то наряды, маски. Если вы внутренне наполнены, если вы проецируете из себя вовне ваш свет внутренний, то люди будут воспринимать вас такими, какие вы есть. И вы заметите, как люди начнут к вам тянуться. Да, действительно так. Ну, к тому же наша аура, наше сияние, оно притягивает возможности процветания. На самом деле, когда начинаешь практиковать кундалини-йогу, начинаешь замечать, что вокруг всё начинает складываться так, как нужно тебе. Попадаются нужные люди, нужные возможности. То есть вы проецируете своё внутреннее ощущение вовне, и внешний мир тоже вам откликается. Да, совершенно верно. Действительно так и есть, и на это сияние всё приходит. А вопрос, как часто делать эту практику? Это практика. Мы с вами делали 11 минут. Но максимальное её время выполнения, её можно делать от 3 минут до 21 минуты. Можно взять её на каждый день и выполнять её 40 дней. И если через 40 дней вы заметите, что вам она нравится, и вам эта практика подходит, вы можете её продолжить до 90, выполнять 90 дней дальше. Девочки, вы можете вернуться в начало, вот сейчас выставится эфир, да, послушать эфир сначала, и спрашивают, как вы давно в практике кундалини-йога, да. Максим вначале рассказывал о своём прекрасном пути, как он попал в кундалини-йогу. Очень интересно, да. И да, девушки пишут, что и плакали во время медитации. И то, что у вас кто-то пишет, да, что на предвиздь мышцы шеи, да, это показывает... Абсолютно нормально. Как я уже говорил, любая практика, вы проживаете жизнь, вы проживаете все эмоции, и у многих из нас те эмоции, которые не прожиты, они сидят внутри. И, соответственно, могут реагировать различные области тела. Это сейчас модно говорить психосоматика. Вот, в принципе, это и есть проявление вот этих эмоций психосоматики. И то, что у вас выходили слёзы, то, что у вас уходило это напряжение, это здорово, значит, внутри вас уходят эти старые ненужные эмоции, которые вас сдерживают, которые вам мешают. И здорово, что вы смогли от них за этот маленький наш эфир освободиться. Если вы ощутили какие-то болевые ощущения, либо плакали, либо вот зевота поднимается, расслабляется, да, нервная система, эта практика вам показана. Это значит, что практика вам показана, да. Здесь тоже вопрос, почему, если делать вечерние медитации, то снятся кошмары. Не раз замечала. Смотрите, когда мы делаем практики медитации, да, мы входим в тонкие слои своей психики, да, это наше бессознательное, наше подсознание. Во время практики медитации мы очищаем своё подсознание. И, естественно, что сны, да, они показывают то, какая работа вот происходит. То есть позволяйте этому быть и дальше практикуйте, и всё будет хорошо. Максим, я так понимаю, вам уже нужно бежать, да, вы на работе. Ну да. Благодарим вас за практику. Взаимно. Я надеюсь, ещё встретимся. Вот. Спасибо всем большое. И доброго вечера, дня. До свидания. До свидания, да. Пока-пока. Пока. Мы всех вас благодарим. Благословения вам всем на эти сутки. Спасибо, что вы были с нами, практиковали, были в таком сильном сангате. И защитная мантра Это можно почитать у нас на страничке в Инстаграме. Приходите завтра у нас четвёртое число, да. Все мы знаем, что это будет затмение. И у нас завтра будет очень сильный класс повторения джапы. Джапы на процветание. Что такое джапа? Это мантра, да, которую мы будем повторять на протяжении долгого времени, двух с половиной часов. Одну и ту же мантру с потрясающим учителем, очень сильным учителем. И да, действительно, эта джапа, она действительно даёт, исполняет те желания и даёт вам то, в чём вы нуждаетесь. Благодарим вас за внимание, за то, что провели пятничный вечер с нами вместе, в прекрасной медитации. До скорой встречи, до завтра. Свет нам. Благословений. С вами, вашим близким.